Нет, конечно, продавец оружия несет ответственность за то, кому он продает оружие, в какую конфликтную зону он это оружие продает, тем более оружие, которое имеет достаточно высокие параметры, такие как современные ударные беспилотники. Поэтому моя версия следующая. Таким образом, турки, продавая Байрактары Украине или 24 Байрактара Польше, до 2024 года они готовы продать, намекают России, что, ребята, давайте вы разберетесь с Искандерами, которые оказываются на вооружении у вооруженных сил Нагорного Карабаха, каким-то образом тактические ракеты российские, которыми стреляли по Генже, по Баку, говорят, одна ракета полетела, ее сбили буквально накануне 8 ноября прошлого года. Вот, как говорится, вы разберитесь, как у Армении и, главное, не у государства Армении, которые хотя бы члены АДКБ, а как у карабахских сепаратистов оказались тактические ракеты уровня СКАД и уровня Искандер, которые, между чем, способны нести в том числе тактические ядерные боеголовки. Поэтому давайте, прежде чем предъявлять претензии Турции по поводу Байрактара, разберемся, каким образом эти ракеты, обломки, которые, напомню, были найдены в Шуше, оказались у тех, у кого они вообще не могли попасть. Оружие такого уровня не могло оказаться до его продажи другому государству. Ну ладно, Армения – член АДКБ, еще раз говорю. А это хотя бы хоть как-то можно объяснить. Ну как это оружие оказалось у карабахских сепаратистов, Арцаха так называемого, это объяснить просто никто не может. И сделали вид, что это... Поэтому, я думаю, турки просто, как говорится, в своем праве. Поэтому Москва, на самом деле, так болезненно на это не реагирует. Потому что они понимают, что это некие паритетные шаги в шахматной игре. А, ну если вы продаете скады и скандеры, значит, армянам, тогда мы будем байрактары продавать украинцам. То же самое. Если вы откажетесь от продажи тактического оружия, значит, армянам, тогда и мы не будем продавать байрактары, которые вполне можно считать, на мой взгляд, тактическим оружием.